ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Они возвращаются! Фантастические динозавры в уникальном световом шоу Приключения динозавра Дарвина С 27 октября в Москве и Санкт-Петербурге Здравствуйте! Я компьютер службы спасения домашнего задания Включаю центр управления Три, два, один Наипростейшая формула, я не понимаю, в чём здесь сложность? Так это для нас! А мы такие умные и не можем придумать запоминалку О, Вика! Что тебе напоминает эта формула? Не поверишь, формулу воды А есть идея, как запомнить? Ну, это проходит в старших классах Надо подумать Вы представляете? Надел новые кеды, а в метро на них мне Бутылку воды пролили, пришлось старые надеть Точно! Молоток! Сапоги мои того Пропускают H2O У тебя тоже? Да нет, это так сам техник говорил Хорошая запоминалка формулы воды Сапоги мои того пропускают H2O А, так вы запоминалку придумывали? Кстати, программа уже началась Здравствуйте, ребята! Это служба спасения домашнего задания Мы здесь, чтобы помочь вам запомнить самые сложные правила Решить непонятные задачки или объяснить непонятные явления, которые вы проходите по окружающему миру А специально для старшеклассника Миши, который никак не может запомнить формулу воды Запоминалка от сантехника дяди Вани Сапоги мои того пропускают H2O Что ж, а теперь давайте займемся проблемами учеников младших классов У нас звонок Привет, мы тебя слушаем Меня зовут Кристина Мы проходим дроби Мне их надо сравнить, какая больше, какая меньше Я все время заглядываю в правила, потому что не очень понимаю, как сравнить Объясните, пожалуйста, без правил Дроби вообще лучше учить без правила Главное понять Что и хочет сделать Кристина А как будем объяснять? Только шоколада сегодня не будет Жаль, придется вырезать Дробь – это когда условную единицу разделили на равные части И несколько равных частей отняли Давай сначала сравним дроби с одинаковыми числителями и разными знаменателями Мы помним, что числитель на чердаке, а знаменатель внизу Знаменатель обозначает, на сколько частей разделили целое А числитель – сколько таких частей взяли Этот круг я разделил на 4 части А этот на 8 Возьмем по 3 части Вот смотрите Сразу видно, что этот кусок меньше этого Конечно, меньше В первом круге сами части получились меньше, нежели во втором Здесь разделено на 8 частей, а тут на 4 Да и вообще, торт лучше есть вдвоем, чем четвером Ну, больше достанется А правило такое Из двух дробей с одинаковыми числителями Больше дробь та, у которой знаменатель меньше Все увидели Вот и хорошо А теперь попробуем сравнить дроби с разными числителями и одинаковыми знаменателями То есть делим круги на равные части Сюда кладем 3, сюда 4 Давай, помогу Вот видите, здесь больше Из двух дробей с одинаковыми знаменателями больше та, чей числитель больше То есть 4 восьмых Ну да, чем больше берешь, тем больше получится А последнее правило касается дробей с разными числителями и знаменателями Для сравнения дробей с разными числителями и разными знаменателями Надо привести их к одинаковым долям единицы То есть привести их к общему знаменателю Вот у нас тут есть два круга Один из них разделен на 4 части Мы отсюда взяли 3 А этот разделен на 3 части И мы отсюда взяли 2 Итак, запишем дроби Две трети И три четвертые Чтобы сравнить эти дроби, нужно их привести к одному знаменателю Который будет 12 Одну минуту, агент Илья Я уже произвел расчет Чтобы привести дробь две трети к знаменателю 12 Нужно умножить числитель и знаменатель этой дроби На дополнительный множитель 4 Мы получим дробь 812 А чтобы привести дробь 3 четвертых к знаменателю 12 Нужно умножить числитель и знаменатель этой дроби На дополнительный множитель 3 Мы получим дробь 912 Таким образом, дробь 8 двенадцатых меньше дроби 9 двенадцатых Итак, из двух дробей с одинаковыми числителями Та дробь больше, знаменатель которой меньше Из двух дробей с одинаковыми знаменателями Та больше, числитель которой больше А если и числитель, и знаменатель у дроби разные Значит, нужно привести к одному знаменателю и тогда сравнить Привет-привет! Чем нас озадачишь? Меня зовут Максим, а задача у вас Африка. Мы проводим исследования, презентации на окружающем мире. Завтра мне надо будет представить Африку. Расскажите, что там есть. А я не могу придумать, как это сделать. И трудно очень запомнить разные африканские названия. Первое, что пришло в голову, это произведение Корнея Чуковского «Айболит». В нём всё есть про Африку. Его с детства знают. Про название пустынь, про горы, про животных. Нет, только про народы, а про всё остальное есть. Как там было? Мы живём на Занзибаре, в Калахари и Сахаре. На горе Фернандо-По, где гуляет Гиппопо по широкой Лимпопо. Вот карта Африки. Две пустыни. Это Калахари и Сахара. Сахара – самая большая пустыня в мире. Вот Занзибар. Архипелаг в Индийском океане. Фернандо-По так назывался раньше, до 1973 года, остров Бёко. Этот остров вулканического происхождения и похож на гору. А вот Лимпопо – широкая африканская река. Гиппопо – гиппопотамы и бегемоты. Бегемотов в Африке очень много. Слоны и носороги всё ходят по дороге и говорят сердито, что нету айболита. А рядом страусята. Визжат, как поросята. Ах, жалко, жалко, жалко бедных страусят. Но вот из Анила горилла идёт. Горилла идёт, крокодила ведёт. Но это уже из Айболиты и Бармалея. Носороги, слоны, гориллы, крокодилы – тоже жители континента Африка. Нил, вот он. Это самая большая река в Африке. Ещё одна крупная река – Конго. О ней писал Сергей Михалков в стихотворении про неверующего Фому. С небес африканское солнце печёт, река под названием Конго течёт. Конго. Вот она. Он идёт из Занзибара. Он идёт с Килиманджара. Килиманджара – самая высокая гора в Африке. Причём снежная, при африканской тажаре. Да, Влад, ты прав. А тебе, Максим, чтобы подготовить доклад про Африку, нужно взять книжку корней Ивана Чучаковского и прямо по ней всё рассказывать. Точно ничего не упустишь. Да, и так ребятам легче будет запоминать новый материал. С этим заданием мы справились. Что у нас дальше? И напоследок займёмся русским языком. Нам пришло письмо от Екатерины Днепровской. Привет, ребята. Проходим по-русскому дательный падеж. А у меня с ним не очень получается. Вроде бы он не самый сложный, а всё время про него забываю. Как я люблю падежи! Они же такие разные, тем более дательный падеж. Он замечательный! Он прям как Дед Мороз. Я бы даже сказала, Дед Мороз вполне мог бы стать дательным падежом. Чё ты ещё придумала? Какая связь между дательным падежом и Дедом Морозом? Самая прямая. Без дательного падежа Деду Морозу некому было бы дарить подарки. Вот животные, которые мы брали на окружающем мире, а вот Деда Мороза, которого мы с ребятами слепили. Существительные в дательном падеже отвечают на вопросы «кому?», «чему?». И чтобы запомнить эти вопросы, обычно запоминают слово «дам». Очень просто. Дам дательный. Дам кому? Чему? Вот наш Дед Мороз. Он дарит подарки кому? Всем. Местоимение «всем» стоит в дательном падеже. А сегодня, хоть сегодня и не Новый год, наш дательный падеж, то есть Дед Мороз, дарит подарки кому? Дед Мороз дарит подарки горилле, крокодилу, носорогу и бегемоту. Никого не забыл наш дательный падеж. Дал или подарил кому? Горилле, крокодилу, носорогу и бегемоту. Не будет дательного падежа и подарки некому будет дарить. Да, убедила. Дательный падеж действительно можно представить в образе Деда Мороза. А теперь надо рассказать про предлоги, которые стоят существительными в дательном падеже. А предлогов всего два. По и к. Дед Мороз летит по чему? По небу на санках. А где у нас санки? Вот они. Держи, полетели. Дед Мороз летит к кому? К детям. Почему? По небу на санках. По небу. И к. Детям. Я предлоги дательного падежа запомнил от скуки. Скучаю по кому? По маме. А когда по кому-то скучаешь, надо к нему ехать. Еду к кому? К маме. А я скучаю почему? По футболу. Существительное в дательном падеже стоит. И предлог по присутствует. А я правда скучаю. Илья сейчас отправится к кому? К друзьям-футболистам. Но в начале мы подведем итог. Итак, Дед Мороз олицетворяет дательный падеж, потому что существительные, стоящие в этом падеже, отвечают на вопрос «кому?», «чему». И запомнить вопрос дательного падежа поможет слово «дам», дательный «дам». И с ним часто употребляются предлоги «по» и «к». Запомнить вопрос дательного падежа поможет слово «дам». Дательный «дам». Внимание! Повторение пройденного. Сегодня мы узнали, как правильно сравнивать дроби. Итак, из двух дробей с одинаковыми числителями, та дробь больше, знаменатель которой меньше. Из двух дробей с одинаковыми знаменателями, та больше, числитель которой больше. А если и числитель, и знаменатель у дроби разные, значит, нужно привести к одному знаменателю и тогда сравнить. Нам рассказали о континенте Африка. Мы живем на Занзибаре, в Калахаре и Сахаре. На горе Фернандо-по, где гуляет гиппопо, по широкой лимпопо. И объяснили, что такое дательный падеж в русском языке. Дед Мороз олицетворяет дательный падеж, потому что существительные, стоящие в этом падеже, отвечают на вопрос «кому? Чему?». И запомнить вопрос дательного падежа поможет слово «дам». Дательный «дам». И с ним часто употребляются предлоги «по» и «к». С домашним заданием мы справились, теперь можно и отдохнуть. Пишите и звоните нам, если у вас возникнут проблемы. Мы обязательно поможем. Это были Илья, Вика, Влад, Денис. Все вместе мы служба спасения домашнего задания. До встречи! Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова